Самый богатый чех погиб в авиакатастрофе на Аляске. Это собственник российского банка Хоум Кредит и экс-владелец Эльдорадо Пётр Келнер. На своё состояние около 17,5 миллиардов долларов он заработал в основном благодаря бизнесу в России. Погиб самый богатый чех в авиакатастрофе на Аляске. Погиб собственник банка Хоум Кредит и экс-владелец Эльдорадо Пётр Келнер. Он заработал в своё состояние около 17,5 миллиардов долларов, по данным Forbes, прежде всего, благодаря бизнесу в России. Александра Сидорова подробнее. Последние 15 лет «Форбс» включал Петра Келнера в список самых богатых людей планеты. При этом среди чешских долларовых миллиардеров он около 30 лет удерживал первенство. Келнер родился практически на границе с ГДР. Учился в Пражском экономическом университете. В конце 80-х недолго работал ассистентом продюсера на киностудии. Будущий миллиардер даже успел сняться в эпизодической роли в фильме «Время слуг». Вот тот самый фрагмент. В 90-м году Келнер ушел с киностудии, чтобы попробовать свои силы в зарождающейся сфере свободного предпринимательства после бархатной революции в Чехословакии. Начинал с продажи копировальных машин. В 91-м основал группу компаний «ППФ». Келнеру было 29 лет, когда в 93-м году он приехал в Россию. Созданные им фонды аккумулировали 100 тысяч ваучеров. Их обменяли на доли в 130 российских компаниях. К примеру, в «Газпроме» и Павлово-Посадской швейной фабрике «Игла». Во время кризиса 98-го Чех потерял 500 миллионов долларов и покинул Россию. Спустя пару лет вернулся. Основал сеть банков «Хоумкредит», которая начала сотрудничать с сетью магазинов бытовой техники «Ильдорадо». Во время кризиса 2008-го года, когда власти предъявили критейлеру многомиллиардные налоговые претензии, именно ППФ предоставила «Ильдорадо» заем в обмен на долю в бизнесе. Основа состояния Келнера заработана в России, рассказывает чешский журналист и политолог Андра Соукуб. У него был фонд «Петр Великий». Им удалось обриснуть довольно большое количество акций разных российских компаний. И, собственно, с этого момента у него появились большие деньги. Одна из главных его компаний, это как раз в России известный «Хоумкредит», потребительское кредитование, которое началось в Чехии. Потом она закупила, в общем-то, самую большую страховую компанию. И, собственно, начало расширяться. Это уже был давно не чешский бизнес. Он вернулся в Россию уже в начале нулевых, когда был одним из первых, кто в России начал делать эти потребительские кредиты прямо в магазинах. В 2007-м Келнер приобрел у Александра Мамута 38,5% акций страховщика «Ингострах». Оставшийся контрольный пакет находился в руках компании Олега Дерипаски. С Дерипаской у Келнера был крупный корпоративный конфликт. В итоге в 2013-м Келнер вышел из этого проекта. Спустя три года Келнер продал сеть «Ильдорадо» группе «Софмар» Михаила Гуцериева. Сегодня у группы ППФ в России, кроме «Хоумкредита», остались еще девелоперские проекты и компании «Агросектора». Еще около 4% в компании «Полиметалл». Это крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Но в последние годы главный доход группы компаний получает в Восточной Азии, в Китае, Индонезии и Малайзии. Несмотря на то, что Келнер много лет возглавлял рейтинг самых богатых людей Чехии, он всегда отличался закрытостью. В редких интервью говорил, что очень ценит возможность жить частной жизнью с семьей. У него четверо детей. Вместе с женой Ренатой Келнер учредил благотворительный фонд, который поддерживает образовательные и научные проекты. Смерть Келнера – тема номер один в чешских СМИ. Его группа компаний была влиятельна в том числе в чешской политике. Финансово поддерживала бывшего президента республики Вацлава Клауса. Келнер отмечал, что любит активные виды отдыха, в том числе горные лыжи. Хорошо говорил по-русски, общался со многими российскими бизнесменами. В частности, дружил с Романом Абрамовичем. Да и менталитет у чеха был вполне русский. Как писал Форбс, в 2008-м один из топ-менеджеров группы отмечал 50-летие. За день до этого Келнер поинтересовался у коллег, что можно подарить юбиляру, с учетом, что тот заядлый грибник. Ему в шутку ответили – неплохо бы кусок леса около дачи. В итоге, всю ночь помощник Келнера обзванивал землевладельцев. К утру участок был найден и подарен. Такая вот щедрая душа. Продолжение следует...